Диагностика и хирургическая коррекция 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 После кесарево сечения Это качество гемостаза И соответствующим образом Это техника выполнения Операции кесарево сечения Вот мы взяли 40 пациенток С тяжелым метроэндометритом После кесарево сечения В структуре этих Выбрали методом Случайной выборки 40 пациенток с тяжелым Послеродовым метроэндометритом До 30 суток после родов Вот у нас И в клинике Маниага Это состояние носит название Септический метроэндометрит Ну вот эти 40 пациенток Как контрольную группу И что оказалось Что в 100% случаев При ультразвуковом исследовании У этих пациенток Визуализирован дефект миометрия То есть шов был несостоятельный И величина дефекта Порядка полутора сантиметра Это все пациентки Которые прошли консервативно То есть мы считаем Что дефект не полный А ниша Частичный, скажем так Дефект до 2 сантиметров Это вообще то У послеродовых пациенток Это то, что не нуждается В какой-либо хирургической коррекции Эта ситуация проходит Консервативно При грамотном отношении К этим пациентам Так вот, что интересно При выписке из стационара После двух Ну в среднем При тяжелом метроэдометрике Пациентка находится 14-17 суток В отделении В специализированном При контрольном ультразвуке На выписку Когда уже инволюция хорошая И кровь хорошая И естественно температуры Лихорадки нету Оказалось, что В 25% случаев Определяется дефект шва То есть пациентка Уже практически здорова Но дефект шва Есть Таким образом Вот на основании Большого опыта Многолетнего Надо сказать Что это более 10 тысяч пациенток С осложнением После кесарево сечения С 10 тысяч пациенток С послеродными осложнениями Из них более 3 тысяч С осложнением После кесарево сечения Вот у меня сформировалась Такая мысль Что несостоятельность Рубца на матке Это положительный Исход Несостоятельности шва А причины какие? Что мы хорошо И эффективно Лечим тяжелый Метроэндометрит В результате чего Не формируется Клинически значимая Полно несостоятельная шва Или Исход Несостоятельности Это Перитонит Надо сказать Вот Забыл это отметить Что Вот наше отделение Обсервационно-акушерское В год Через него проходит Более 800 пациенток Всей Свердловской области В Екатеринбурге Нет вторых Акушерских отделений И учет Послеродовой Заболеваемости Он пофамильный И поэтому Те цифры Дальше Которые Буду показывать Я уже показала Они как бы Абсолютно Абсолютно Выверенные Так вот Вторым моментом По нашему мнению Причин Формирования Состоятельного Рубца Это Недиагностируемый И естественно Нелеченый Нелеченая Стертая форма Послеродово-эндометрит По некоторым данным Стертая форма Занимает До 40% Послеродовых Осложнений То есть Это те пациентки Которые Не попали Ну В Екатеринбурге Это специализированное отделение В других Территориях Нашей страны Это гинекологическое отделение То есть Клиника была Настолько стерта Что Эндометрит Как бы был Но он как бы Недиагностируемый И следовательно Неадекватно Нелеченый То есть Это Две эти причины В основном По нашему мнению Является причина Нестоятельного Рубца Ну вот смотрите Три месяца После кесарево сечения Гистероскопия Пациентка поступила К нам С постоянным Гной течением Ну вот что мы видим Вот как раз Вот этот дефект Да Это еще Уже не шов И Но еще и не рубец Типичные признаки Хронического Эндометрита Здесь А вот это Бело-желтое Это некроз Миометрия Вот нерассосавшаяся Лигатура Да То есть Мы имеем Локальный некроз Который выходит В полость матки Некротизированный Миометрий И если дальше У эти пациентки Никаким образом Не осуществить Хирургическое вмешательство Малое Вот что мы сейчас видим Мы выполняем Гистероскопическую Некротомию То есть мы Пытаемся Удалить Весь этот Некротизированный Эндометрий Миометрий Некротизированный Миометрий Из полости матки Значит Вот у меня Шесть таких Наблюдений Когда Через 2-3 месяца После родов Мы видели Вот такой Желвак Белого Локального Некроза При гистероскопии Этот вот Кусок Некротизированной Миометрия Может быть Достаточно Серьезных Размеров Где-то Сантиметр На 2-3 сантиметра Некротизированной Ткани Много То есть Это вот Тот шов Который Некротизировался И ушел В полость Так вот Если это будет Процесс идти дальше Происходит Лизис Или постепенный Выход Этого Миометрия Некротизирована Где Но На месте Ушедшего Миометрия Будет Полость Дефект То есть Образуется Несостоятельный Рубец Так вот 6 случаев Когда нам удалось Убрать Некротизированный Миометрия В 4-х случаях Пациентки Не сформировали Несостоятельный Рубец Случаев Немного Но Вы должны Знать Что Ранняя помощь По удалению Вот этого Белого Некроза Может привести К тому Что Матка Репарирует Самостоятельно Но Если этого Не делать Вот На основании Этого И формируется Несостоятельный Рубец Вот Метаанализ 2012 Года Который Говорит О том Что Доказанными Факторами Риска Формирования Несостоятельного Рубца Является Всего Два Это Два И более Кесаревых Сечений В анамнезе И Ретрофлексированная Матка Симптоматика Этого Состояния Это Постменструальное Кровенистые Выделения Дисминария Бесплодие И Хроническая Тазовая Боль Итак Переходим Непосредственно К диагностике Этого Состояния Основным Моментом Постановки Диагноза Безусловно Является Ультразвуковое Исследование А дальше Мы о значимости Вообще Всех Исследований Для постановки Этого Диагноза Поговорим Итак Ультразвуковые Признаки Несостоятельного Рубца Это Деформация Наружного Контура Матки А не только Внутреннего Но и Наружного И это Выглядит Как Втяжение Ниша Или щель Со стороны Полости Матки Иногда Мы имеем Двояко Вогнутую Так сказать Нишу Которая Имеет Дефект И снаружи И изнутри И иногда Дефект Изнутри Значительно Меньше Чем снаружи При гистероскопии Просто Выглядит Как Целой Маткой А Это Если Ставить Диагноз Только На основании Диагностической Гистероскопии У таких Пациенток То Вы поставите Что Рубец Состоятельный Итак Истончение Миометрия В верхушке Ниши Менее Двух С половиной Миллиметров Полное Отсутствие Кровотока В рубце Жидкостные Включения Или мелкие Кисты В области Рубца Жидкостное Образование Или очень Крупный Дефект Миометрия Это Называется Истмацелли Кто-то Пишет Киста Стенки Матки Но Истмацелли Это Такое Общепринятое Название В области Рубца При Ультразвуковом Исследовании Мы Определяем Пять Размеров Дефекта Вот Я так Схематически Их Показал Но Первое Это Главное Главный Маркер Это Толщина Миометрия В верхушке Ниши Дальше Второй Второй Размер Это Ширина Ниши То есть Верхний Нижний Размер Длина Дефекта Длина Дефекта В поперечном Направлении Дальше Вот Следующие Два Размера Это Уже Размеры Которые Определяются В нашей Клинике Именно Для Правильного Отношения К последующему Хирургической Коррекции Этого Состояния А именно Это Ширина Нижнего Сегмента Матки На уровне Дефекта Вот Это Расстояние Ширина Тут Для чего Еще этот Момент Нужен Ширина Это Когда Мы Должны Соотнести Ширину Матки В области Рубца И саму Длину Рубца То есть Получается Таким Образом А это Где-то От 2 до 4 сантиметров В зависимости С того Где Сделан Разрез Этот Размер 20-40 Миллиметров Он Колеблется Ведь Очень Большая Разница Например 5 миллиметров Дефект 5-6 Миллиметров Когда Ширина Нижнего Сегмента 2 сантиметра И 5 миллиметров Дефект Когда Ширина 4 сантиметра То есть В процентном Отношении Дефект Будет Совершенно Разный И Оценивать Его Нужно Еще С этих Позиций Следующий Момент Это Расстояние От Края Дефекта До Сосудистого Пучка Это Очень Важно Потому что Если Это Расстояние Очень Маленькое Вот это Расстояние То Вероятнее Всему Для того Чтобы Радикальный Сечь Рубец Это Непременное Условие Грамотно Выполненные Метропластики Мы выйдем На сосудистый Пучок И Будут Риски Ранения Артерии Вены Вот И Мы должны С этим Во-первых Это Понимать А во-вторых Мы должны Четко Совершенно Рассказать Пациентке О Возможных Осложнениях Потому что Я абсолютно Уверен Что Метропластика Нижнего Сегмента Марки Это Пластическая Операция Это Пластическая Операция Которая Выполняется Фактически По желанию Женщины Ну так По большому Счету Потому что Сформируются Проблемы Или не Сформируются При Несостоятельном Рубце У пациентки Во время беременности Или родах Мы не знаем Да Огромное количество Женщин Рожают С несостоятельным Рубцом Их оперируют Нехать рожать Самостоятельно И все Заканчивается Хорошо Есть определенные Риски Об этом Мы ниже Поговорим Вынашивание Беременности При этих Состояниях Но тем не менее Это здоровая Женщина Часть из которых Абсолютно Ничего не Беспокоит Кроме Каких-то Гипотетических Рисков Развития Осложнений Во время Беременности И в родах И мы Выполняем Реконструкцию В результате которой Мы можем поранить Чем может закончиться Гистероктомия Или ранить мочеточник Что может закончиться Серьезным осложнением Дальше мы об этом Тоже поговорим Поэтому это все Должно быть обсуждено До операции И за это Пациентка должна Расписаться И очень важный Маркер Это расположение Дефекта Матки Относительно Внутреннего зева Потому что Понятно Если дефект А такой бывает Не часто Но бывает Когда Кесарево сечение Выполняется На полном Открытии И врач Фактически Осуществляет Разрез Передней поверхности Шейки Матки Таким образом И дефект Получается ниже Внутреннего зева То есть Дефект шейки Дефект шейки И таких пациенток Оперировать не надо Потому что Все риски Которые могут быть При беременности И в родах Они именуют Эту пациентку То есть Это Очень точно Мы должны знать Где расположен Дефект Где расположен Рубец Ну вот типичная Ультразвуковая картина Да Мы видим Крупный дефект Вот это Так называемая Ниша В области Нижнего сегмента Который при крупных Размерах Спокойно Диагностируется Вот еще Ультразвук Да Два года После кесарево-сечения Что мы видим Вот Это крупные Истмоцелли В данном случае Это замкнутое Жидкостное Такое Образование В передней стенке Матки В области Нижнего сегмента Видите Кровотоков Нет Это Замкнутое В данном случае Истмоцелли Или Иногда Как трактуют Как Кисту Кисту Матки Это состояние Которое требует В общем-то Хирургической Коррекции И это состояние Мы должны Однозначно Рассматривать Как Несостоятельный Несостоятельный Рубец Вот Современная Ультразвуковая Диагностика Я вам хочу Сказать Что Вот Этой хирургии Занимаясь Несостоятельным Рубцом В этом году Будет 10 лет 10 лет назад Была выполнена Первая лапароскопическая Метропластика И У меня За эти годы Хирургии Этих пациенток Произошло Произошли Определенные Изменения В понимании Ну Во-первых В хирургической Тактике Это безусловно Да А в понимании Этого состояния И когда Мы начинали Это То Необходимым Условием Была Ультразвуковая Диагностика МРТ И гистероскопия На сегодняшний день Мы полностью Отказались От МРТ Потому что Современный Ультразвук В данном случае Вот Аппарат Валюсон Восьмерка Да Позволил нам В течение Уже последних Наверное Трех лет Мы отказались Полностью От МРТ Потому что Современный Ультразвуковой Аппарат Который Освоили Освоил Хорошо Доктор При Грамотном Враче Ультразвуковой Диагностики МРТ Не нужно Вот обратите Внимание Это Режим 3D статика Какие картинки Мы получаем Я хочу сказать Что По Достоверности И качеству Не каждый МРТ Даст нам Такие картинки Ну вот так Это выглядит При Ультразвуковой Диагностике В сомнительных Случаях Мы выполняем Гидросонографию Когда чаще всего Это при щелевых Дефектах Вот вы видите В матку Нагнетается Жидкость И под Звуковым контролем Щель За счет того Что происходит Гидродилетация Полости матки Этот Дефект Становится Виден Как бы щель Раскрывается И становится Виден Дефект На ультразвуке Я хочу вам сказать Что Вот сейчас Последние Где-то полгода Есть современный Расходник С очень тонким Катетером Который позволяет Очень просто Выполнять Трансфагинальный Ультразвук И Хорошего качества Картинка Получается Ничего Ей не мешает МРТ Тем не менее МРТ диагностика Редко прибегаю К ней И в том случае Когда у нас Есть серьезное Подозрение На Врастание Стенки Мочевого пузыря В рубец Когда по факту Стенкой матки Является Задняя стенка Мочевого пузыря Вот тогда Мы для уточнения Этого момента Проводим МРТ диагностику Но Огромное количество Случаев у меня МРТ Ну вот смотрите Да Вот стандартная Картина Я хочу обратить Внимание Вы смотрите За МРТ Снимками Что Больше чем Половине случаев Матка находится В ретрофиксированном Состоянии Вот это нормальная Картина Я хочу вам сказать Что наличие ниши Ни по МРТ Ни по УЗИ Еще не говорить о том Что это несостоятельный Рубец Ни в коем случае Фактически нет При гистероскопии Женщин Перенесших Кесарево сечения Где мы Не увидим Рубец В подавляющем большинстве случаев Он виден И у значимой части Женщин Это визуализируется В виде ниши Но никоим образом Эта ниша Визуализированная При гистероскопии Не равно диагнозу Несостоятельного рубца И это абсолютно точно Вот смотрите МРТ Вот это нормальное состояние Матки Вот здесь уже дефект Достаточно крупный дефект Вот дефект Вот такого вида Щелевидный дефект Но это полная уже Несостоятельность МРТ может выполняться С контрастированием Или без Я хочу вам сказать Что Во-первых Я все МРТ смотрел сам Вот Потому что Далеко не всегда Врачи Орентгенологи Видят этот дефект И правильно его описывают Раз Во-вторых Совершенно разные томографы Разная частота срезов Далеко не всегда В срез Попадает Дефект И поэтому Могут быть определенные моменты Ну вот я выбрал Те картинки Где это абсолютно Ясно Сагитальные срезы Вот смотрите Вот это крупный дефект Это истмоцель Вот Истмоцель Тоже крупный дефект Обратите внимание Он выходит Это была очень сложная пациентка Он выходит За пределы матки И У нее Был вовлечен Сенка мочевого пузыря Вот дефект Вот дефект Крупные дефекты Вот это крупный дефект Называется конечно Истмоцель А вот Так выглядит Истмоцель Замкнутая Она выглядит Как киста матки Вот так Вот на Поперечном срезе Вот так вот Это выглядит А да Обратите внимание Что Матка в данном случае Лежит практически Горизонтально К полу И на поперечном снимке Видите как Нетипичная матка Дальше о положении матки Мы отдельно поговорим Вот Дефект Миометрия На МРТ Очень сложная форма Посмотрите Какой Какой дефект Да И это не мелкие кисты Вот он Это не мелкие кисты Это ряд Ниш с перегородками Которые вот так Выглядят И так Контраст в них Собирается Что это выглядит Как мелкие кисты На самом деле Это вот такое Множество отдельных И связанных Между собой Ниш Вот так выглядит МРТ МРТ Картинка Гистероскопия На сегодняшний день Отношение Нашей гистероскопии Таково Что Бессловно Большое значение Имеет это исследование Оно должно Выполняться У данной категории Пациенток Точно совершенно Врачом Который Уверенно Выполняет Эту процедуру Должна быть Достаточно Хорошая камера И оптика Это принципиально Потому что Плохая картинка Это плохой диагноз Ну и для Вообще всех Диагностики Всей внутриматочной Патологии Но тем не менее На сегодняшний день Гистероскопию Мы делаем У тех пациенток На до Госпитальном этапе На этапе диагностики У которых Есть сомнения По УЗИ Или МРТ В состоятельности Рубца То есть Или делать Или не делать Вот так вот Не очень ясно По размерам По локализации Тогда мы делаем Гистероскопию Если На основании Ультразвуковых данных Или грамотного Проведенного МРТ У нас есть Диагноз И критерия Диагноза Несостоятельного Рубца Мы гистероскопию Не делаем Но мы В обязательном порядке Диагностическая Гистероскопия Как часть Хирургического Мешательства При Несостоятельном Рубце То есть Это как часть Уже метропластики Идет Вот такие вот Симптомы Мы описали Для диагностики Этого состояния На фоне розовой Эндометрии Визуализируется Ниша в виде Полусферы Иногда с перемычками И хордами Это ниша С четкими Ровными краями Ниша Или ряд ниш В виде Крупных сот Выслана Белой блестящей Пленкой С выраженной Сосудистой сетью Вы знаете Вот эта пленка Мне напоминает Внутреннюю часть Скажем так Сырого яйца То есть Вот эта вот Оболочка Она блестящая Она гладкая Вот Очень похожа На То как выглядит Ниша И вот эта вот Выраженная Сосудистая сеть Я назвал это Симптомы Ницированной склеры Действительно Мне кажется Похожа Вот Она Если потом Пациентка беременеет Мы не выполняем Ей хирургии Она беременет Выходит Подходит К родам И акушеры Выполняют Кесаревое сечение Мы видим Что вот это вот Крупные вены 5-7 миллиметров 1 сантиметр В нижнем сегменте Это то Во что трансформируется Во время С сроком беременности Вот эта Сосудистая сеть Которую мы видим При гистероскопии Полупрозрачная пленка В верхушке ниши Это признак Полной несостоятельности Рубца То есть На самом деле Так выглядит Дефект Который просто Прикрыт Брюшиной Брюшиной Или так же Стенкой мочевого пузыря Они похоже Очень выглядят Эти дефекты Но пленка Полупрозрачная Мы видим Что Там Оно Гистероскопическую картинку Дальше покажу В области дефекта Визуализируются Прилипшие пузырьки Газа Возможно Видны Очаги Эндометриоза По краям Дефекта На границе С эндометрием Визуализируется Сосочковидное Разрастание Это признаки Хронического Воспалительного Процесса Они выглядят Как сосочки Нижний край Ниши Может граничить С внутренним Земом Или переходить В цервикальный канал У части пациенток Он имеет вид козырька Что значимо затрудняет Выполнение гистероскопии И обзор Вот это определенная проблема Особенно когда есть Например Дальше все-таки Обсудим Это более подробно Изменение положения матки Либо гиперретрофлексия Либо антифлексия Гиперантифлексия Это Ну во-первых Манипуляция гистероскопии Становится Достаточно рискованной В плане осложнений Да Во-вторых Мы можем посмотреть Только треть ниши Мы не можем зайти За вот этот Нижний край дефекта Как бы козырек И Это все время Надо учитывать При проведении процедуры Краторообразный дефект С округлыми краями Белого цвета Занимающий Большую часть Нижнего сегмента матки Без возможности Осмотреть дно дефекта Как правило Так выглядит Эстомоцелия Ну и В совокупности Наличие признаков Хронического эндометрита Который мы видим Выше Дефекта уже В эндометрии Ну вот посмотрите Вот конкретный случай Гиперантифлексия матки У пациенток У этой конкретной пациентки Мы видим Что матка Находится даже При полном мочевом пузыре Как бы в антипозиции Здесь Но она у нее была Гиперантифлексия Просто пузырь полный И вот посмотрите Как выглядит гистероскопия У нее Смотрите У нее серьезный Крупный дефект Вот мы его видим Это эстомоцелия Но вот гистероскопия В нем Вот смотрите Это гистероскопия У пациентки С гиперретрофлексией Матки Вот это вот Вот так Расположена матка На МРТ Большой очень дефект И при выполнении Гистероскопии Мы сразу входим В нишу И вот видите Огромная ниша Огромный дефект Надо сказать Что это полная Несостоятельность рубца Меньше 5 мм Толщина миометрия Крупный дефект Вот такая Гистероскопическая картинка При гиперретрофлексии Вот стандартные картинки Которые вот сейчас Такой попури Видите Это ряд ниш С признаками эндометриоза Вот это вот Хорды Как я их назвал В нишах Тоже с эндометриоз Очень часто эндометриоз В данном случае Это эндометриоз рубца Вот крупный дефект С полупрозрачной пленкой Вот еще дефект Вот это полупрозрачная пленка Это полная Несостоятельность рубца Это только брюшина Вот это вот Сосудистая сеть Симптомы Иницированной склеры Полиповидные разрастания По краю ниши Вот это типичные Картины Вот еще Щелевидный дефект Вот по МРТ Он так выглядит Вот такая Гистероскопическая картинка Обратите внимание Что Есть гистероскопические Маркеры Маркеры Как хронического эндометрита Так аденомиоза И эндометриоза рубца Вот это случай Как раз Когда Двояко вогнутая ниша То есть Ниша небольшая Она небольшая Неглубокая Но обратите внимание Вот фибрин Вот эти вот неровности Полиповидные разрастания Это конечно признаки Хронического Воспалительного процесса Кроме этого Мы видим Вот здесь не видно А то там будет кусочки Где четко совершенно видно Эндометриоидные ходы Пропустил я этот момент Вот Но вот Критично посмотрите Как выглядит Вот это я вам говорил Про Двояко вогнутую Двояко вогнутый Дефект Когда при гистероскопии Может быть Ниша и небольшая Но это Полная несоценность Рубца То есть Толщина Миометрия Его нет Это Иногда 0,5-1 Миллиметр То есть Это плика По факту Плика Визика Утерина Вот еще Очень интересный Случай Это Трехсантиметровая Три сантиметра Эндометриома Рубца Вот при гистероскопии Смотрите Начала Опорожняться Это Эндометриоидная Киста То есть Это Эндометриоз Рубца Несостоятельного Рубца В которой Образовал Эндометриоидную Кисту Вот посмотрите Принято решение Вот мы Достаточно Уже широко Уже два года Используем Диодный Лазер Полупроводниковый Для Вообще Внутриматочной Хирургии Для лапароскопической Хирургии Но вот так Раскрывается Эта киста Диодным лазером Это на самом деле Очень удобно Видите Контактная Технология Где-то 25-27 Ватт Лазер Лахтомилон Санкт-Петербург Российский Лазер Великолепная Технология Вот мы Полностью Раскрываем Кисту Ее раскрыли Видите Она в полости Непосредственно Скоп Находится В полости Кисты Эндометриоидная И это Полная Нестоятельность Рубца То есть Верхняя стенка Это только Пленка Для чего Мы это сделали Это мы сделали В плане Предоперационной Подготовки Потому что Это все Сократилось Во-первых Мы получили Четкую Совершенно По ультразвуку Картину Полной Нестоятельности Рубца И позже Мы выполнили Метропластику Уже Не иссякая Напряженную Эндометриому А просто Иссякая Дефектный Рубец Это значительно Проще Ну и плюс Вот это Эндометриоидное Содержимое Так или иначе Ну точно Совершенно Повысит риски Эндометриоза Ушитого Нами Вновь Наложенного Шва И поэтому Для минимизации Этого Для облегчения Технологии И вообще Было Ну Желательно Раскрыть Кисту И вот так Гистероскопически Диодным лазером Мы смогли Это сделать Итак Диагноз Несостоятельный Рубец Это совокупных Данных Ультразвуковой Диагностики МРТ Гистероскопии И клинических Проявлений Вот С девятого По восемнадцатый Год К нам Обратилось 114 Пациенток С ультразвуковыми Признаками Несостоятельного Рубца Отправлено Другими Клиниками К нам На диагностику И принятие Решения Показания Для хирургического Лечения Мы определили У 96 Пациенток Что составило 84% И всем этим Пациенткам Была выполнена Лапароскопическая Метропластика Вот на основании Из этого Пула Пациенток Мы взяли Пациенток Которые были Прооперированы В последнее время То есть Критерии такие Это Срок После кесаревого Сечения Был более Одного года И Метропластика Выполнили Метропластику Это вот как раз Мы взяли Последние Три года Это 50 пациенток Которые Выполнена Метропластика Единообразно В одной клинике Руками одного Хирурга В данном случае Меня Вот Больше года После кесаревого Сечения И дальше Мы оценили Котамна С этих Пациенток Что получилось Впоследствии Когда прошло Год и более Очень интересно Получили данные Надо сказать Что Вот во втором Номере Акушерства Гинекологии Вышла наша Большая статья По Несостоятельному Рубцу И влиянию Хронического Эндометрита Посмотрите Достаточно Интересно И там Вот эти Моменты Более Подробно Описаны И вот На анализе Этих Пятидесяти Пациенток Средний возраст Составил Где-то Тридцать Три Три Года Одни Роды В анамнезе У Восьмидесяти Шести Процентов Двое У двенадцати Трое У двух Процентов Ну вот Что тут На что Я хочу Обратить Ваше Внимание Что Осложненный Послеродовый Период При Тщательном Сборе Анамнеза Тщательнейшем Сборе Анамнеза И Мы задавали Дополнительные вопросы Был выявлен Только у Пяти Женщин Это Десять Процентов Одно Кесаревое Сечение Имели Сорок Пять Женщин Что Составило Девяносто Процентов Два Восемь Три Кесаревых Сечений Всего Одна Пациентка Да А мы Видели Тот Метаанализ Где Доказанным Фактором Формирования Состоятельного Рубца Было Два И Более После кесаревого Сечения Составило От одного Года До Тринадцати Лет В среднем Три С половиной Года Хронический Эндометрит В анамнезе То есть По Как Когда Диагноз Был поставлен И поставлен Ранее Да И была Назначена Та или иная Терапия Был У 18 Процентов Пациенток По нашим Данам А наши Данные Основывались На Морфологическом Исследовании Аспирата Эндометрия В 100% случаев Мы берем Аспират Эндометрия Во время Гистероскопии У этих Пациенток По данным Морфологического Заключения Аспират Эндометрия Взять У этих Пациенток 26 Женщин Мы нашли Маркеры Эндометрии Это хроническая Что Составило 52% Что еще Интересно Наружный Эндометриоз Это по данным Лапароскопии Мы же выполняем Лапароскопическую Метропластику Был в 36% Случаев И при этом 6% Яичники 16% Брюшин Маточные Трубы И так далее И так далее Вот То есть 36% Имел наружный Эндометриоз Клинически Значимый Высев У части Пациенток Не у всех Мы брали Мы брали На исследование Аспират Из полости Матки То есть Мы брали Посев Не из Цервикального Канала А с использованием Специального Расходника Рамкюретка Мы брали Содержимое Полости Матки И у 9 пациенток Мы получили Что составило 18% Мы получили Клинически Значимый Высев И практически В половине Случаев Это Фекальный Энтерокок Вот моменты Которые На которые Мы обратили Внимание Значит Ретрофлексированная Матка Была диагностирована В 40% Случаев Дисминарея В виде болезненных И обильных Месячных Было У 20% Симптом Постменструальное Кровомазание 46% Аденомиоз По данным Ультразвукового Исследования Гистероскопии Был поставлен В 76% Случаев И на сегодняшний день Вот на этих Двух моментах Я хотел бы Чтобы вы обратили Внимание Это количество Аденомиоза И У этих пациенток И ретрофлексированной Матки Ну и момент 52% Это Хронический Эндометрит Потому что Вероятнее всего Это совокупность Каких-то Состояний Почему Все-таки Мы имеем Несостоятельный Рубец Эндометриоз Рубца По данным Гистологического Исследования Иссеченного Рубца Была У 10% Пациенток Надо Вам сказать Что По данным Гистероскопии Эндометриоз Рубца Ставился В 2,5 Почти 25% Было Когда Мы гистероскопически Ставили диагноз Эндометриоз Рубца Но Подтвердился Он только У 10% Состояние Рубца На матке До операции Критерии Отбора Толщина Миометрия Верхушки Ниши Была Меньше 2 мм 1,75 Длина Дефекта 12 мм Ширина Дефекта Около 6 мм Вот этот момент На который Я хочу Обратить Ваше Внимание Что В 54% Случаев Дефектный Рубец Определялся При тщательном Влагалищном Исследовании То есть У половины Женщин Заподозрить Несостоятельный Рубец Можно уже При Бимональном Влагалищном Исследовании Вот Про клинические Я начал Говорить О влиянии Хронического Эндометрита На формирование Этого состояния Вы знаете Мы думали Что он Значительно Больше Что в результате Оказалось Что Гесминария У пациенток С хроническим Эндометритом Или без А это Две группы Которые Вот эта группа Из 50 пациенток Она разделилась На группы С хроническим Эндометритом Это 26 человек Да И без 24 пациентки То есть 52 и 48 Процентов Соответственно Вот провели Сравнение Этих групп Так вот смотрите Дисминария Была Одинакова В этих Группах Понс Меструально Кровенистые Выделения Вот здесь Как раз Достоверно Статистически Была То есть Чаще Это было У пациенток С хроническим Эндометритом Причем Значимо Чаще Чем У пациенток Без Без Него Таким Образом Вот резюме Которое Я хотел бы Сделать Вот по первой Части лекции Это что Предрасполагающими Факторами Влияющими На формирование Несостоятельности Рубца На матке После кесарево Сечения Является Эденомиоз Хронический Эндометрит И Ретрофлексия Матки К сожалению Ну или к счастью Я не знаю даже Как трактовать Но Осложненные Течения Послеродового Периода Зарегистрированы Только в 10% Случаев Но я хочу Вам сказать Что Я начал С этого лекцию О том Что в 40% случаев Развития Эндометрита Есть такие данные Он течет Стерто То есть мы имеем Стертый эндометрит Который практически Никак не проявляется И пациентка Эти пациентки Говорят Что у меня было Все хорошо Вот кстати Мы начали заниматься Вот уже 3 года В условиях Частной клиники Пациентками С Стертой Стертой клиникой Эндометрита Послеродового Я хочу сказать Что Микросимптоматика Она все равно есть Есть субинволюция матки Матка увеличенная Матка мягкая Да нет лихорадки Да нет боли Но есть патологические выделения Которые часть пациенток Трактуют Как нормальные Понимаете Клиника есть все равно А гистероскопическая Ультразвуковая клиника Есть однозначно Но Клинически Это проявляется слабо И пациентки Это не видят И доктора Они не приходят к докторам Не предъявляют жалобы И это Как бы момент Который не диагностируется Значит не лечится И в результате Вот эти 10% Имеющие Инфекционно-воспалительное заболевание Могут легко превратиться в 40% Да У этой категории больных И Наибольно частым симптомом Практически в половине случаев Это постменструальные Кровенистые выделения Генез их какой Хотя мы должны тоже понять Если в 76% Есть аденомиоз Клиника его тоже Предполагает Постменструальную Выделение Мазню Так называемую Может быть это сочетание Но тем не менее Вот Причина этих выделений В том Что в нише Скапливается Старая кровь Женщина менструирует Часть этой крови Остается в нише И потом в течение Там 3-5-7 дней Это постепенно Некоторые пациентки С ухими не бывают Вообще Я прооперировал Трех женщин Которые были Не заинтересованы В беременности А им была выполнена Метропластика Потому что Качество жизни У них было Совершенно Низкое Потому что У них постоянные Были выделения Кровенистые Излагалища И это послужило Причиной Выполнения Метропластики Так вот Результаты Хирургической коллекции В этой группе Пациенток 50 пациенток Что мы в результате Получили При контрольном Ультразвуковом Исследовании Через 5-6 месяцев Надо сказать Что полноценно Рубец формируется Через 4-6 месяцев По данным литературы Идет полноценное Формирование Рубца На матке Или на других органах Так вот Обратите внимание Что когда мы брали Этих пациенток Толщина Верхушки ниши Была В среднем Меньше чем 2 миллиметра В результате Через 6 месяцев Мы получили Чуть больше Четырех Надо сказать Что были пациентки У которых Толщина Нижнего сегмента Была 7-8-9 миллиметров Но я хочу Ваше внимание Обратить на то Что это как При генитальном Пролаксе При четвертом Выпадении Сделать ноль Нереально Да И из крупного Дефекта Скажем так Полной Практически Дырки Прикрытой Пликой Сделать Толщину Меометрия Как она была До того Практически Нереально Почему Потому что Метропластика И сведение краев Ушивание Дефекта У матки Где нет Миомы Это совсем Другое То есть Там большой Дефицит Миометрия И надо его Сводить И естественно При заживлении Происходит Скажем так Деградация Рубца Утоньшение Его Но я вас Уверяю Что Если Результат Мы имели Один Два Миллиметра А получили Четыре Пять Миллиметров Это хороший Результат И Самое главное Что эти пациентки Совершенно Можно Как хочешь Относиться К этому Числу Четыре Это много Пять Это мало Или наоборот Дело Не в этом Дело в том Как они Вынашивают Беременность И как они Рожают Чем Заканчивается Это Вот что Главное Вот Поэтому Ну что Получили То Получили Что Дальше Котам В 12 Процентах 6 Пациенток 12 Процентов Отказались От дальнейшей Беременности Мы Все Пациентки Вот эти 50 Они были Опрошены По телефону Некоторые Лично Они заполнили Специальную Анкету Вот И я хочу Вам сказать Что эти 6 Пациенток Они отказались От дальнейшей Беременности Потому что Изменились Семейные Обстоятельства Изменилось Отношение К беременности Да много Что меняется В этой жизни Они Постоянную Контрацепцию Используют 6 Процентов Женщин До сих пор Лечат Бесплодие У двух Была неудачная Попытка Экоп 9 Что составило 18 Готовятся К беременности Итак Результат Наступила беременность У 32 Пациенток Что стало 64 Процента Роды На сегодняшний Момент Родами Закончила беременность В 62 Процентов Случаев Вот в эту группу В этой группе Выполнено везде Кесарево сечение Но у меня была Одна пациентка Которая Самостоятельно Родила Ее не успели Прооперировать То есть ее привезли В родильный дом И она самостоятельно Родила Вот одни были Самостоятельные роды У одной пациентки Медицинский аборт Потому что был Диагностирован Синдром Дауна Замершая беременность 12,5% На сегодняшний день У пяти Женщин Беременность Прогрессирует И в этой группе Она находится Уже Это вторая половина И самопроизвольный Выкидыш В малом сроке У двух пациенток Что ставило 6% Вот Еще один слайдик Это состояние Рубца При контрольном УЗИ Через 6 месяцев У пациенток С хроническим Эндометритом И без него Вот обратите внимание Ну практически вот 84-83% Одинаково Полностью состоятельный Рубец Частично состоятельный Частично состоятельный Рубец У пациенток С хроническим Эндометритом В 4 раза В 3,5 раза Меньше Чем у пациенток С хроническим Эндометритом Да И обратная картина У несостоятельного Что когда Рубец После метропластики Признан нами Несостоятельный Тоже Обратная Разница Практически В 3 раза По реализации Репродуктивной Функции У пациенток С хроническим Эндометритом И без него Но видите Что достоверных Достоверных Различий нет Вот Но Тем не менее Ну Самостоятельные Наступила беременность Чуть чаще У пациенток У которых Нет хронического Эндометрита Но Статистически Достоверной Разницы Мы не получили Итак Мотивация Для выполнения Лапароскопической Метропластики В интервальном Периоде Что она заставляет Зачем мы это делаем Во-первых Это угроза Разрыва матки По рубцу Во время Планированной Беременности В родах Высокие риски Гистероктомии При беременности В родах При вращении Последового Рубец Или образование Так называем Маточной Грыжи Несостоятельный Рубец С клиническими Проявлениями Это вот те Пациентки Которые имеют Боли Нарушения Цикла И бесплодия И риск Перфорации Матки При Медицинском Аборте У меня были Такие Пациентки Три Которым Во время Искусственного Аборта Была перфорация Матки По рубцу И Выполнила Лапароскопию В двух Случах Лапароскопия В одном Лапаротоме И перфорационное Отверстие Ушито Было Без освежения Краев Выделения Рубца И так далее Но надо Сказать Что во всех Этих Трех Случах Сформировался Несостоятельный Рубец Но я не знаю Что было Дотоку Но я точно Думаю Что он Стал Ну наверное Похуже Чем был До того Как сделали Перфорацию Этим Пациенткам Ну вот так Выглядит Врастание Плаценты В рубец Формирование Маточной Грыжи Вот это Врастание Вы видите Метропластика Выполняется Метропластика В родах Этим Пациенткам Если это Возможно Вот это Данные Нашего Областного Перинатального Центра Вот это Маточная Грыжа Вы видите Да Вот посмотрите Вот эти В виде Червячков Это вот Те Сосуды Те Капилляры Артерии Вены Которые Мы видим При гистероскопии В виде Вот этого Симптома Инициированной Инициированной Склеры Вот посмотрите Мне дали Данные За 14-15 Год Я не думаю Что-то Критично Поменялось По нашему Областному Перинатальному Центру Города Екатеринбурга На самом деле Свердловской Области Которые Имеют Маршрутизацию По Патологии Плацентации В 14-м Году Было Выполнено 2174 Кесаревых Сечений Из них В 15 Процентов Женщин Был Рубец На матке Так вот Врастание Последов Рубец Или Маточная Грыжа Была Диагностирована 34 Пациенток Что ставило 10% В практически 80% Случаев Беременность Роды Закончили Гистероктомии В родах Метропластика Была Выполнена У 7 Пациенток В 15-й Год Возможно Сейчас Метропластика Выполняется Органсохраняющих Операций В условиях Областного Перинентального Центра Больше Но 14-15-й Года Чуть меньше Кесаревых Сечений Из них 320-й 15% И 7% Имели Рубец На матке Врастание Последов Или Маточная Грыжа У 7% Гистероктомия В 70% Метропластика В 30% Я хочу Сказать Что В Свердловской Области 62 тысячи Родов В год Проходит То есть Совсем Немалое Количество Областной Перинентальный Центр Имеет Маршрутизацию По патологии Плацентации Разрыв матки По рубцу Во время Беременности И родов Но Не обязательно Ведь по рубцу Причина Которая Была Кесарево Сечения После Миомоктомии Разрывы Матки По рубцу Вот это После Интерстициальной Вниматочной Беременности Посмотрите Матка Треснула Полностью От угла До угла Полностью Дно Треснуло Ну вот это После Кесарево Сечения Пациентка Которую Взяли На плановую Нашли вот такой Немой Дефект В переднем Дугласе Было 50 Граммов Крови Вот Ну вот Взяли В плановом Порядке Клиники Никакой Не было Вот такой Дефект Нашли Виды Хирургического Лечения Несостоятельного Рубца На сегодняшний День Это Метропластика Нижнего Сегмента Матки Которая Может Выполняться Влагалищным Доступом Это Может быть Со Смещением Мочевого Пузыря Или Трансвизикальный Доступ Через Мочевой Пузырь В некоторых Американских Клиниках Так делают Также Метропластика Может быть Выполнена Открытым Доступом Или Лапароскопическим Есть Технология Трансцервикальной Гистерорезектоскопии Которая Выполняется У пациенток С крупными Дефектами Для того Чтобы Вот как раз Исечь Тот Козырек Это Пациентки Которые Имеют Постоянное Постменструальное Кровомазание Когда Страдает Качество Жизни Вот Может быть Выполнена Трансцервикальная Гистерорезектоскопия С петлевым Исечением Вот этого Косырька Но это Пациентки Которые В дальнейшем Не планируют Беременность Вот Типичная Метропластика Сейчас Я использую Диодный Лазер Для выполнения И Также Его использую При Хирургическом Лечении Инфильтративного Эндометриоза Смотрите Как удобно Скрывается Плика Но это Можно Делать И ножницами Это Можно Делать Монополярным Инструментом Да Безусловно Можно Но Не очень Правильно Чаще Всего В данном Случае Показывается Центральный Доступ А может Быть Латеральный Доступ Латеральный Доступ На дефект Когда мы Выполняем Его сбоку От матки Это Тогда Когда четко Мы знаем Врастание Мочевого Пузыря Вот Так Смотрите Мы Спокойно Совершенно По Доли Миллиметра Мы Мобилизуем От Нижнего Сегмента Матки Мочевой Пузырь Это Безопасно Это Все Видно Все Это Проходит Под Контролем Зрения Вот То есть Первая Часть Операции Это Доступ На Нижний Сегмент Как Правило Да Вот Смотрите Сейчас Была Перфорация Матки Зондом Мы Не Делаем Диафаноскопию В этом Я не Вижу Никакого Смысла Для Определения Дефекта Он Четко Совершенно Определяется Изогнутым Маточным Зонтом И Так Как Мы Знаем Гистероскопически Где Это Происходило И Делается Перфорация Вот Перфорация И Вот Дальше Следующий Момент Это Исечение Рубца Лазером Вот Это Исекается Нижняя Часть Вы Знаете Вот Чем Еще Хорош Лазер Что Очень Мало Небольшое Локальное Термическое Повреждение Мы Это Видим У нас Большой Опыт Работы Лазером При Патологии Шейки Матки Зарастает Конечно Очень Хорошо Репарирует Хорошо Ткани После Лазера Вот Так Смотрите Прецизионно Абсолютно Исекается Рубец Снизней Части Дефекта И И верхняя Часть Рубца Также Исекается Вы Знаете Это Удобно Вот Посмотрите Это Кстати Пациентка У которой Была Порожнена Вот посмотрите Часть кисты Которая Киста Эндометриоидная Которая Порожняли При гистероскопии Обратите Внимание Как Четко Совершенно Вырубается Лазером Капсула Кисты Видите Она же Рубец Дальше Технология Которую Мы используем 20 лет Уже Это Аргоновая Плазма Аргоноплазменная Коагуляция Которую Мы Апробатываем В данном Случа Края Раны Надо Сказать Что широко Эту технологию Используем В хирургии Инфильтративного Эндометриоза Больше 200 тысяч Кесаревых сечений С аргоном Сделано В стране Я никогда Не перитонизирую Считаю Что это Не нужно А у части Пациенток Это вредно И Так же Категорический Противник Перитонизации Во время Выполнения Операции Кесаревого сечения Потому что Это прямой путь Гематомам К инфильтрату Нижнего сегмента Это уже на основании Опыта лечения Послеродовых Осложнений Вот совсем Недавний случай Неделю ему Это когда Пациентка Которая имеет Выраженные Клинические Проявления Кровомазания В течение 20 дней Послемесячных Вот этот Как раз Клинические Проявляемые Истмоцели Вот И мы решили Сделать Лазерную Вапоризацию И резекцию Вот этого Козырька С использованием Диодного Лазера И посмотрите Как хорошо Получилось Вы знаете Я думаю Что Достаточно У нас уже Опыты По Синдрому Ашерман Внутриматочных Синехи Перегородки Очень удобно Работать Лазером Вы знаете Иногда Особенно Вот у этой Пациентки Посмотрите Вот сейчас Идет Лазерная Вапоризация И фактически Достаточно Быстро За реальное Время Небольшое Чуть больше 20 минут Резицирован Достаточно Большая Часть Миометрия Абсолютно Безопасно И я хочу Сказать Что после Лазерной Вапоризации Мы имеем При синдроме Ашермана Достаточно Большое Количество Пациенток Которые Начинают Менструировать Которые Имели Аминорею И одни При четвертом Ашермане У нас одна Пациентка Родила Ну вот Посмотрите Полностью Вапоризирован Резицирован Вот этот Вот Козырек Практически Полностью И я думаю Ну мы это Узнаем Как это Будет Мы еще Результата Не знаем Неделю назад Это было Но Вот Визуально Я думаю Что эти Проблемы Связанные У нее С Кровомазанием Скорее всего Не будет Итак Показания Условия Выполнения Лапароскопической Метропластики Это желание Пациентки Иметь Последующую Беременность Длина Дефекта Более 7-8 Миллиметров Но Еще раз Подчеркиваю Более Третьей Ширины Матки В области Рубца Ширина Дефекта Более 4 Миллиметров Формирование Из Мацелли Самый Главный Момент Это Толщина Стенки Матки Верхушки Ниши Менее 2,5 Миллиметров Но Я хочу Подчеркнуть Один Момент Что Вот Если Дефект Например Рубец Дефектный Есть Участок Истончения Миометрия До 2 Миллиметров Верхушки Ниши При этом Ширина Этого Дефекта Также 2 Миллиметра То есть Туда Даже Не зайдет Зонд Это Не будет Показанием Для Метропластики И У меня Была Такая Пациентка Вы знаете Стоило Огромных Трудов Найти Этот Дефект Я Я был Против Вмешательства Но она Категорически Настояла На нем Вот Это Во-первых Трудно Технически Найти А потом Это Не имеет Никакого Смысла Никакого Это Никакого Поэтому Длина Дефекта Несостоятельности Имеет Принципиальное Значение В том числе Но ключевая Вещь Это Все-таки Толщина Миометрия Верхушки Ниши Наличие Жидкостного Образования В рубце То есть Замкнутого Истмоцеля Или Как бы Кисты Матки Почему Потому что Если мы Раскроем Его со стороны Матки Это вы видели Мы получим Полностью Несостоятельный Рубец Полностью Наличие Пограничных Размеров Дефектов В сочетании С клиническими Проявлениями То есть Вроде и Боли Бесплодие Посместруальное Кровомазание Тогда Принимается Решение В сторону Все-таки Метропластики Непременные Условия Это Комплексная Санация Хронического Эндометрита Если он есть До операции И Однозначно Атомическая Составляющая Это Рубец Локализуется На уровне Или выше Внутреннего Зела Дальше Противопоказанием Для выполнения Метропластики Является По нашему Мнению Два рубца На матке Ну вот Посмотрите Два рубца На матке Чтобы их Исечь Будет Огромный Дефект Который Технически Будет Свести Практически Невозможно Все можно Свести Но он Потом Точно Разойдется И будет Опять То же Самое Большой Дефект И Имеет ли Смысл При таком Делать Это Исечение При таких Двух Рубцах Ну Пока Не делаем Не видим В этом Смысла Ну И Очень Большой Дефект Вот Посмотрите Пациентка Вот Это Дефект То есть Фактически Нет Передней Стенки Матки Обратите Внимание Сейчас Более Четко Будет Видно Вот Дефект Вот Дефект Нет Передней Стенки Матки Не свести Края Вот он Да Показывается А делать Операцию Ради Операции Вот он Да Не имеет Вот он Никакого Ну Мне кажется Смысла Что может ждать Хирурга При выполнении Метропластик Вот В данном случае Проанализировано 96 Там 50 С исходами Да А тут Вот эти Вот все 96 На сегодняшний день Уже больше 100 Операций Ну вот 96 Мы проанализировали Это явные Визуальные признаки Несостоятельного Руца При лапароскопии Отсутствуют Спаечный процесс В нижнем Сегменте В этой группе Пациенток Хотя Как вы понимаете Они сформировали Несостоятельный Рубец Было У 6 Пациенток Или 7 То есть Меньше 10 Процентов Совершенно точно Был спаечный процесс В области Нижнего сегмента Матки И поэтому Убодавляющего Большинства Лапароскопически Матка выглядит Абсолютно Нормально Достоверный Признак Я его назвал Симптом Сломанной матки Он очень просто Проверяется Пулевые щипцы Которые Фиксированы На переднюю Губу Подаются Вперед И назад Да Ну во время И мы видим Как матка Как бы Вот совершая эти движения Она как бы ломается И очень четко Это совершенно видно Когда ты уже Освободил Нижний сегмент От бурюшины И вот делаешь Вперед Назад Возвратно-поступательные Движения маткой И видишь Как матка ломается В этом месте Это как раз Будет тот маркер Где нужно Перфорировать Стенку матки Зондом Вот так И дефект Это левая сторона В тех Областях Нашей стороны Где хирург Стоит слева Вот тема Послеродовых Осложнений Это вообще Отдельная тема Мы сейчас Об этом Говорить не будем Но при формировании Полной несостоятельности Шва Я неоднократно Это видел Что на 10-12 сутки Когда ты идешь Живот На выполнение Органсохраняющей Или радикальной Операции Пациенток с Послеродовым Осложнением Мы уже тогда Видим транслокацию Сосудистого пучка Либо он подшит К зоне И мочеточника Так вот здесь Та же самая штука То есть Могут в области Рубца Находиться И маточная артерия И вена И мочеточник В том месте Где Нужно производить Иссечение И поэтому Я С очень большой Осторожностью Отношусь К трансвагинальным Операциям При несостоятельном Рубце Потому что При трансвагинальном Доступе Все-таки Видимость ограничена И ранение Тут более чем вероятно Плотное прикрепление Стенки мочевого пузыря К области Рубца Это немало Это почти четверть Пациенток 23% А вот врастание Задней стенки Мочевого пузыря В маточный дефект Было у пяти То есть Это когда Передняя стенка Матки Является задняя стенка Мочевого пузыря И вот Обратите внимание Более чем у 20% Пациенток Было Варикозное Расширение Тазовых вен Эта штука Не упрощает А иногда Очень сильно Усложняет Хирургическое вмешательство На нижнем сегменте И риски ранения Вообще Варикозно Расширенной вены Как вы понимаете Кровотчение Лапароскопические Венозные Достаточно сложно Остановить И это может Закончиться Не очень хорошо Вот Поэтому мы должны Быть готовыми К этому И в общем-то Оценивать Варикозное Расширение Тоже как Отягчающий фактор Ну вот смотрите Виде Транслокация Сосудистого пучка Вот он Да Вот артерия И вена Вот смотрите Мы еще делали Старое видео Видите Аналоговое еще Дефектный рубец Вот Дефектный рубец И по краю Идет вена И артерия То есть для того Чтобы радикально Иссечь рубец Нужно мобилизовать Полностью Левый сосудистый пучок Иначе Вы не иссечете Полностью рубец И ваша метропластика Будет неэффективна У вас будет Несостоятельный рубец Уже после метропластики Вот гистероскопически Так выглядит Посмотрите Огромная ниша И вот В верхушке Полупрозрачный Дефект Вот он Да Так выглядит Как раз Вот эта Полная состоятельность Рубца Вот у данной Пациентки Вот мы Этот диагноз у нее был И вот здесь Выполнен не медиальный А латеральный доступ Когда мы Мобилизовали Мочевой пузырь От матки Вот здесь Видите Когда потекло Я уже подумал Да Все-таки Мы пузырь вскрыли Нет Вот это дефект Который был просто Прикрыт стенкой Мочевого пузыря Вот здесь Кстати Тоже транслокация Сосудистого пучка В область рубца У нее была Ну вот это Стандартная техника Которую мы используем А это Острое иссечение Рубца Ножницами Но смысл Абсолютно такой же Обязательная Обработка Факелом Аргоновой плазмой Это гемостаз Кроме этого Это резкая Активизация Локальных Репаративных Процессах В тканях Что Улучшает Результаты Ну и вот Та технология Которую я предлагаю При хирургическом Вмешательстве У пациенток С ретрофлексированной Маткой Это себя показывает Это аппликация Может быть укорочение Другая технология Ну и Смысл тот же самый Круглых связок Для чего это делается Для того Чтобы вынужденно Придать Ретрофлексированной Матке Положение Как бы Впереди Для чего это Вы знаете Я обратил внимание Когда опять же В клинике После родовых Осложнений Что тяжелая матка Которая после Кесарево сечения Там 5 10 15 сутки Она падает назад И выполняя Хирург Лопароскопическое Вмешательство В этих пациенток Я видел Что часть швов Прорезается И прорезается Она именно Под действием Тяжелой матки Которая упала назад Особенно Это относится Когда накладываются Отдельные швы Да Особенно два ряда Они просто прорезаются Непрерывно Еще держат Хорошо А отдельно Они прорезаются Так вот Далее мы видим 40% Ретрофлексированной матки У пациенток С несостоятельным рубцом Так вот То что она падает Назад Матка После рода В том числе Прорезается шов Что является По моему мнению Причиной Его несостоятельности Так вот Когда мы Выполняем Метропластику Этот загиб И падение Матки Назад И дополнительная Механическая Нагрузка На шов Она ведь Никуда не уходит Так вот Чтобы ее Нивелировать Мы вынуждены Приводим Хирургическим Образом Накладывают Этот Один Два Рассасывающих Шва На круглые Связки Выполняя Экпликацию На два Три Четыре Месяца Переводим Матку В положение Хотя бы Вертикальному Что Сделают Условия Для репарации Нашего Шва Более Хорошими Вот смотрите Да Еще один Крупный Дефект До метропластики Крупная Ниша С очагами Эндометриоза Мы видим Его Да Вот так Это выглядело До И вот Гистероскопическая Картинка У пациентки После Вот как Выглядит Нормальный Абсолютно Нормальный Рубец Сейчас он Будет виден Вот Видите Вот она Нормальная Картина Абсолютно Состоятельный Рубец Да Есть Небольшое Углубление Но это Даже не Ниша Это Небольшое Углубление Это Абсолютно Состоятельный Рубец У этой Пациентки Очень Хороший Результат Хирургического Лечения Вот так Лапароскопически Выглядит Через Четыре Года После Метропластики Вот эта Пациентка Через Четыре Года Была Повторно Проперяна И вы видите Вот Ну да Спаечный Процесс Есть Не было Сделано Ни одной Перитонизации Я это Подчеркиваю А вот Пациентка Через Полгода После Метропластики Ее взяли На Диагностическую Лапароскопию С подозрением На Трубную Беременность Беременности Трубной Не оказалась Оказалась Маточная Беременность Она благополучно Была Родоразрешена Кесаревым Сечением Впоследствии Ну Так Выглядит Да Спаечки Есть Но Так Восстанавливается Нижний Сегмент И вы Видите Что Перитонизация Не так уж Необходима Нюансы Лапароскопической Метропластики Какие Мне видятся Это Жесткий Отбор На Операцию Согласно Показаниям А именно Документальная Визуальная Верификация Несостоятельного Рубца Дефекта А Операция Выполняется В первую половину Менструального Цикла Лучше Сразу же После месячных Дооперационная Желательно Диагностика Хронического Эндометрита Во всяком случае У пациенток С патологическими Белями С болевым Синдромом Мы берем Посев из полости Матки Сейчас у всех С попыткой Найти Какой-то Патологический Микроорганизм Чтобы Брать уже На стол Сонированную Пациентку Перфорация С зондом В наиболее Тонком Месте Без выполнения Диафаноскопии Подсвечивания Тут есть Тоже Определенный Нюанс Перфорацию Надо выполнять На полностью Вытянутой Руке Вагинального Ассистента То есть Для того Чтобы Минимизировать То есть Матка Находится Максимально К голове Она поднята И перфорация Происходит Именно в этом Состоянии Для того Чтобы Минимизировать Риски Ранения Мочевого Пузыря Четкое Определение Границы Мочевого Пузыря И его Целостности Это нужно Четко Понимать Где ты Находишься При Минимальной Подозрении На том Что есть Травма Мочевого Пузыря Необходимо Наполнить И посмотреть Где граница Травмировал ты Или нет Это обязательно Если у вас До операции Есть Понимание Что Вовлеченная Стенка Мочевого Пузыря Лучше Выполнить Немедиально Латеральный Доступ Тогда вы Четко Совершенно Поймете Где стенка Мочевого Пузыря Безопасно От него Отойдете Иссякать Рубец Нужно Радикально До появления Капиллярного Кровотечения Это залог Того Потому что Рубец Крупцу Извините Не прорастет Я технически Использую Накладываю Восьмиобразные Швы На углы С захватом Неповрежденного Миометрия Потому что Те А дальше Я вам расскажу Результаты Которые меня не устроили Моих хирургических Мешательств Они как раз Дефекты Были не в середине А С одного Из краев Ушитого Шва То есть Когда возникает Несостоятельность Рубца Уже после Выполненной Метропластики Поэтому я считаю Что нужно Накладывать Восьмиобразные Швы На углы Раны Где Часть Захватывает Неповрежденный Миометрий Желательно Использовать Аргоноплазменную Коагуляцию И точно Совершенно Не перитонизировать Шов Вообще Я являюсь Большим Сторонником Поборником Не знаю Как хотите Аргоновая плазма И миомактомия И фильтративный Эндометриоз Великолепно Все открытым Лапароскопическим Доступом Последнее время Начал использовать Аргон В пластической Хирургии Мне очень нравится И уже Я вижу Результаты И уже вижу Отслеженные Результаты Кстати Надо Сказать Что мы имеем Уже Серьезные Результаты Количество Их по исследованию Рубца На матке После кесарево Сечения Гистологического Исследования Иммуногистохимического Исследования Рубцов Иссеченных При повторных Кесаревых Сечениях У тем Когда при первом Кесареве Выполнена Операция С использованием Аргоновой Плазмы Я напомню Больше 100 Родильных Домов В стране Больше 200 Тысяч Кесаревых Сечений Выполнены С аргоном Я хочу вам сказать Что рубец В общем-то Сильно Отличается Морфологией Рубца От рубца Который Иссечен Повторный Без Предварительно Аргоновой Плазмы В первом Кесаревых Сечении При ретрофлексированной Матке В обязательном Порядке Пликация Круглых Связок Для Расположения Матки Кпереди Ну вот Как проходит Перфорация Матки При Видите Максимально Вперед Вот мы Видим Излом Вот это Вот симптом Поломанной Матки И очень Спокойно Вот мы Видим Вот этот Вот рубец И совершенно Спокойно Без Усилий Проходит Зонд При Вслепую Потому что Ты четко Совершенно Знаешь Где дефект Ставишь Туда Кончик Зонда И Совершенно Спокойно На вытянутой руке Перфорируешь И еще один Маркер Если вы Определили Где Рубец А зонд У вас Выходит В другом Месте Ну значит Вы сделали Перфорацию Не там Где нужно Осложнение На эти 96 Мешательств Несквозное Ранение Мочевого пузыря Одна Зашили И все Хорошо Ранение Сосудистого Пучка Два Оба Раза Восстановили Целостно Перевязали Прошили Просто Сосудистый Пучок Остановили Кровотечение Ранение Стенки Варикозно Расширенной Вены Тоже Две Пациентки Тоже Прошили Кровотечение Остановили Неэффективная Операция Была У пяти Пациенток То есть Составила Где-то Чуть больше Пяти Процентов Когда Толщина Миометрия После Хирургии И длина Этого Неполноценного Рубца Была Соответствующая Это пять Пациенток Когда я признал Что Не признал Я А так Так получилось Так сформировалось Что рубец Несостоятельный У трех Пациенток Выполнена Повторная Операция Одна из них Уже родила В двух Две пациентки Отказались В дальнейшем От беременности И в общем Так вот Все и осталось Какие я вижу Причины Опять же Это из раздела Мне так кажется Я так думаю Потому что Ну не сильно Много их было Это Неэффективная Хирургия Это хирургическая Техника Все-таки Операции Десять лет Да Выраженная Ретрофлексия Матки Растянулся Да Шов Не санированный Хронический Эндометрит У одной пациентки Совершенно точно Было Потому что Мы Когда выполнили Гистероскопию Интероперационную Мы увидели Что это яркий Хронический Эндометрит И вот она Дала как раз Неполноценный Рубец После метропластики Синдром Дисплазии Соединительной Ткани Я в этом Тоже все время Должны помнить Эндометриоз Рубца И сейчас Я вот уже Написал Аденомиоз То есть 78% Это много Поэтому Может быть Аденомиоидное Поражение Матки Тоже является Фактором Формирования Несостоятельного Рубца Ну вот Это уже Видео У меня было Ну вот Более крупно Да Через год После метропластики Вот Так выглядит Трупец Это было Выполнено Пациенткой Видели Дефект И было Решено Сделать Повторное Хирургическое Мешательство Повторная Метропластика Вот это Именно Эта пациентка Она Она Забеременела И Доносила И уже Ребеночек Кесаревым Сечением Все Закончилось Вот так При кесаревом Сечении Видится Эта пациентка Которая Перенесила Пароскопическую Метропластику Вот у нее Конкретно Визуально Рубец Вообще Не определялся И Определялся Только Пальпаторно Вот А вот Смотрите Как Выглядит Это Пациентке Доносили До операции Кесарев В течение Без клиники Но Тем не менее Вот Этот Рубец Они сформировали Несостоятельность Уже К родам Это Фактически Просвечивает Головка У этой Конкретной Пациентки Был выраженный Синдром Дисплазии Соединительной Ткани И Вероятнее всего Это была еще Одна из причин То что она растянула Вот так вот Рубец Он по факту Неполноценный Но тем не менее До 38 недель Она доносила Да Вот так выглядит Состоятельный Рубец Для лапароскопической Метропластики Которые Мужественно Отказались От нее И пошли В беременность Вот И пошли В беременность Исход Одна пациентка Я очень благодарен Родила В Тюмени В перинатальном Центре Они сохранили Матку Да была Какая-то Корвопотеря Но матка У нее сохранилась Это было По-моему У нее Третье Кесаревое сечение Она через Два месяца После этого Приехала И сказала Что она решила Идти четвертый раз В беременность Вот И если сейчас У нее рубец Будет несостоятельный То видимо Я буду ее оперировать Такой счастьем Не будет И она пойдет Вот уже В следующую Беременность Но вот Слава богу Она вот больше Не пришла Потому что Ну понимаете Да Ситуацию Ну и одна пациентка Которую я знаю Где был несостоятельный рубец Все закончилось Гистероктомия В нашем центре В перинатальном центре Ну вот пациентка Одна из Вот это кстати Первая пациентка Которая была разрешена В Тюмени Вот это УЗИ Где мы поставили Диагноз Она пришла Беременная Да Вот поставлен диагноз Врастание в рубец Вот это мы видим Врастание хорина В рубец Вот как раз она Была разрешена С метропластикой В родах Реабилитация После Этой операции До 5-6 месяцев Контрацепция Желательно Гормональные Контрацептивы За это время Проводится Прегравидарная Подготовка И выведение В беременных При наличии Хронического Эндометрида Мы проводим Санацию Полости матки С использованием Ковитированных Растворах Антисептиков То есть Низкочастотным Ультразвуком 2-3 курса На курс 7-10 процедур Вы знаете Вообще Отдельно Нужно сказать Об этой технологии Потому что Мы являемся Ее автором При внутриматочном Использовании Используем ее Уже больше 7 лет Начали это С клиники Послеродовых Исложнений Дометритов Послеродов Нагноения Передней брюшной стенки Певоперальных язв И так далее На сегодняшний день Уже достаточное количество Кандидатских И докторских Диссертаций Доказывают Что при использовании Внутриматочно Ковитированных Растворов Растет и эндометрия При гипопластичном Эндометрии Санируются Хронические Острые Эндометриты Вообще Огромный спектр Применения Так вот У этих пациенток Мы начинаем Если есть Хронический эндометрит С высевом И это произошло Диагноз был До операции То мы Проводим Дооперационную Предоперационную Санацию Хронического Эндометрита Если есть Высев То соответствующим Образом Назначается Антибактериальная Терапия Если есть Клинический Значимый Высев В сочетании С ковитированными Растворами А если мы Ставим этот диагноз Уже при гистероскопии Во время Метропластики То мы Назначаем Реабилитацию Одну Ну вот Эффекты Ковитированных Растворов Это Прямое Антимикробное Воздействие Видите Да Какая Струя Вот Сама Технология Такова Вводится Наконечник Он 4 мм В полость Матки И в полости Матки Происходит Орошение Струя Вот Факел Струи Он Вводит От 10 до 15 см И вот Так Если Послеродовое Состояние Это Отбивает Некротический Субстрат А здесь За счет Микромассажа Совокупного Действия На микробную Стенку Если мы Говорим О хроническом Эндометрии Происходят Вот такие Эффекты Повышается Чувствительность Микроорганизмов Действия Антибиотиков И антисептиков Что приводит К более Быстрой Их Элиминации Увеличивается Терапевтическая Активность Лекарственных Средств Улучшается Локальный Кровоток За счет Микромассажа Меометрия Что приводит К росту Эндометрии При его Гипоплазии При тонком Эндометрии Отдельно Вот мы Используем Эту технологию Репродуктологи Уже начали Активно Использовать При тонком Эндометрии Метропластика При несостоятельном Рубце на матке Я подчеркиваю Это пластическая Операция И пациентка Должна об этом Знать И несостоятельность Рубца на матке Это не болезнь А состояние Репродуктивного Органа И соответствующим Образом Мы должны К этому Относиться И соответствующим Образом Оформлять Медицинскую Документацию Итак Выводы Проблема Несостоятельного Рубца на матке После кесарево Сечения Существует И стоит Заниматься Причем Уже В родильном Доме Что я в этом Вкладываю В этот Первый пункт Профилактика Несостоятельного Рубца Это качественно Выполненная Операция Кесарево Сечения И желательно В плановом Порядке Число пациенток С несостоятельным Рубцом на матке Будет вероятнее Всего Увеличиваться А куда Это же состояние Денется Если уже 35-40% В стране Начинает В разных регионах Доходит до этих цифр Это процент Кесаревых Сечений 20-25 Это уже практически Везде Следовательно Чем больше Оперативного Рода Разрешения Тем больше Несостоятельного Рубца Дальше Полноценная Диагностика Величины Дефекта Стенки Матки Вне беременности Возможно Это грамотное УЗИ МРТ Регистероскопия Необходимо Я считаю Необходимо Ввести В протокол Ультразвуковой Диагностики Оценку И описание Рубца На этапе Прегравидарной Подготовки То есть Если мы Ну я не знаю Законодательно Хотя бы так Внутренний протокол В ЛПУ Конкретном Когда пациентка Проходит через наши Женские консультации На Прегравидарную Подготовку Желательно Безусловно Выполнить УЗИ Если у нее есть Рубец на матке После кесарево сечения Нижний сегмент В обязательном порядке Должен быть осмотрен И описан Тогда мы не будем Сталкиваться с беременностью В рубце Лапароскопическая Метропластика Нижнего сегмента Матки Это эффективная операция Которая может быть Стандартизована То есть Единообразно Выполняться Требует Хорошей подготовки Хирурга И оснащенной Операционной Частое сочетание Несостоятельного рубца С хроническим эндометритом Требует Полноценной Диагностики Этого состояния Предоперационной Санации И последующего Комплексного Лечения И реабилитации Ну и вот Последний момент Надо подумать Надо дальше Понаблюдать Поисследовать Не является ли Аденомиоз Одним из факторов Формирования Несостоятельного рубца На сегодняшний день Оперировать Или нет Рубец на матке Несостоятельный После кесарево сечения В интервальном периоде Нужно или нет Покажет время Молодая Эта операция Но складывается Впечатление Что скорее всего Нужно Видео Лапароскопических Вмешательств Нутриматочных Вмешательств Вагинальной Хирургии Различные Вы можете посмотреть На моем Канале На ютубе Просто Имя фамилия И там больше 130 Видео Вот В 16 И 17 Году Вышли Наши совместные Виктор Ильичи Мразинским Книжки И вот Последняя Где Аргоновая Плазма Там подробно Описывается Как она работает В открытой Лапароскопической Хирургии И вот 26 соавторов Ковитированные Растворы В репродуктивной Медицине Там 14 3 или 4 Докторских 14 кандидатских Диссертаций Как работают Ковитированные Растворы В акушерстве Гинекологии Гнойной Хирургии И так далее Вот в книжке Написано Именно про Репродуктивную Медицину Ну и вот Эта статья Которая вышла Во втором номере Акушерства Гинекологии Наша совместно С Галины Борисовны Дики По влиянию Деметрита И вообще Очень подробно Описана Вот эта группа Из 50 Пациенток Прооперированных С отслеженными Результатами Вся эта хирургия Выполнялась На площадке Центра оперативной Гинекологии Женская клиника В городе Екатеринбурге Телефон И адрес Вы видите Большое спасибо За внимание Коллеги Это снова я Начинаем отвечать На вопросы В какой Проекции Измеряется Длина Дефекта В поперечной Сроки Родоразрешения С рубцом На матке При консервативной Миомоктомии Выполнены Лапароскопическим Доступом Сроки Родоразрешения Я так понимаю Сроки Когда может Возникнуть Беременность Но через полгода Я думаю Что после То или иной Миомоктомии И после Метропластики Можно Пациентку Отпускать В беременность Какой рубец На матке Можно назвать Неполноценными Когда выносится Этот диагноз Почему Врачи Ультразвуковой Диагностики Вообще Не описывают Рубец В протоколе Ну вот Критерий Неполноценного Рубца Я уже говорил Да Самое главное Это толщина Верхушки Ниши Менее Двух с половиной Миллиметров Почему Не описывают Рубец Потому что Этим надо Отдельно Заняться Это занимает Отдельное Время И нужно Его найти И я считаю Что мы уже Провели Несколько Курсов Обучения Для того Чтобы научить Врачей Вообще Правильно Относиться Я забыл сказать Вот в июле Я решил Что мы проведем Курс Двухдневный Это будет Всего Десять курсантов Который Будет посвящен Диагностике Несостоятельного Рубца Это будет Большая Трехчасовая Лекция По ультразвуковой Диагностике Большая Лекция По гистероскопической Диагностике Ну что такое Лекция Это примеры Это видеопримеры Это видеопримеры Видеопримеры Ну и хирургия Будет Прооперирована Контретная пациентка Выполнена Параскопическая Метропластика Число еще Не знаю Все вот это Можно будет Посмотреть На сайте Фотека Это будет Там анонс На сайте Фотека Вывешен Меоматозный узел 2 сантиметра Планинирует беременность Есть ли особенности По тактике ведения Вы знаете Вот одна пациентка Которая Вот это была Одна метропластика Которая Выполнена Открытым Ну две Метропластики Которая была Выполнена Открытым доступом У пациентки В рубце Рядом с рубцом Был достаточно Крупный Меоматозный узел И я не хотел И делать метропластику Хотел сначала Сделать Меомактомию А потом вторым этапом Вот Потому что там Несколько узлов было И в результате Получился Что рубец От миомактомии Перешел В рубец Не рубец А разрез Над узлом При миомактомии Открыто я подчеркиваю Да Перешел Вот в дефектный рубец И мне пришлось Сделать миомактомию И сечь рубец Слушайте Сформировался Несостоятельный рубец Она вошла В одну из этих Пяти пациенток Но Планирует беременность Есть ли особенности По тактике ведения Я думаю Что нет особенностей Конечно трудно Поставить Если она уже И беременная Но трудно мне сказать У меня нет опыта Такого Введения беременности С миомой В рубце Будем надеяться Что у нее Все будет хорошо Не знаю Как зависит Как зависит Несостоятельность Трубца От шовного материала По поводу Работы в гинекологии Сколько раз Удаляли лигатуры После кесарево сечения Первый ряд Отдельные узловые швы Шов непрерывный Второго ряда Тогда шили двурядно Эти случаи Были в разные годы Но несостоятельности Трубца У пациенток Не было В послеоперационном Периоде Материал был Разный Шелк Каполисорп Капрон Только вот Не могу сказать Как вел себя Рубец Следующей беременности У вас может быть Есть такой опыт У меня есть опыт Хирургического лечения 250 пациенток С послеродовыми осложнениями Из них Подавляющее большинство Это пациентки После кесарево сечения Которым выполнены Лапароскопические вмешательства В клинике Послеродовых осложнений Я безусловно Имею по этому поводу Свой опыт И статистику Шовный материал Должен быть Рассасывающийся И лучше это Викрил На сегодняшний день Или подобные ему Неоднократно Мы снимали швы Шелковые Лиготуры И гистероскопические И у нас Описано 14 случаев Сшивания Передней и задней Стенки маки При кесаревом сечении Когда гистероскопически Приходилось Разделять Переднюю стенку маки Я хочу сказать Что шовный материал Имеет принципиальное значение И если в вашей практике Выполняя там Какое-то количество 500-700 Может быть 1000 кесаревых сечений В год Вы не видите Этих осложнений Потому что Осложнение после кесаревых сечений Сегодня от 3 до 5% Да А тяжелое осложнение Меньше Где-то 2% От тех 5-7% То есть Десятая часть Конечно вы не видите Как ведет себя шов Какие осложнения бывают Но когда через отделение Проходит 800-850 пациенток И есть статистические данные Становится абсолютно очевидно Безусловно влияет Особенно шовный материал Влияет Когда сейчас накладывают Очень модные Гемостатические И Выпало слово Там Швы на матку По линчу Да Особенно когда Накладывают их Даже я бы сказал Викрилом Или другим Полисорбом И так далее Швы прорезаются Если У пациентки Формируется Несостоятельный шов То вот эти Компрессионные швы На матку И перевязок Сосудистых пучков Они Практически наверняка Она сформирует Полненесостоятельный шва И Будет Прооперирована Выпал на гистероктоме Так вот я хочу сказать Что Если И мы снимали Неоднократно 12 случаев Я снимал Эти швы Компрессионные У кого-то восстанавливалась Матка У кого-то нет Вот Я хочу вам сказать Что если Эти швы Накладываете Я к акушерам Сейчас обращаюсь Рапидной ниткой Ниткой быстро Вассасываются Например Софил Квик Или По-моему Викрил Рапид Называется Это правильно Они рассасывают В 3-4 сутки Теряют свою прочность У вас никогда Не будет Осложнений Связанных С нарушением Венозного Оттока При налужении Любых Компрессионных швов На матку В роддомах Сейчас зашивают ватку Одним непрерывным швом Через все слои Ваше мнение По этому поводу Я Двумя руками За Однорядный Непрерывный Без захлеста шов Возможен Второй ряд Который сопоставляет Немножечко Скажем так В виде Рта Второй ряд Не через все слои Вот такой шов И по нашему мнению Анализу Мы проводили специальный анализ Самый плохой шов Это Отдельный Двухрядный Рядом с ним Стоит шов По Ривердену По тому Как текут Послеродовые осложнения Вот На сегодняшний день Мы считаем Что наиболее Лучший шов Это Однорядный Непрерывный Или двурядный Непрерывный На самом деле Статистической разницы В количестве осложнений Между этими швами Не получится Но вот мне Видится И обязательно Я подчеркиваю Без перитонизации Без перитонизации Так Спасибо за лекцию Вы сказали Что наличие двух рубцов Является противопоказанием И имеется два рубца Один в средней трети А второй в нижней трети Несостоятельный То есть один состоятельный Другой несостоятельный Планируют беременность Возможно ли проведение метропластики Да конечно Речь идет о двух Несостоятельных рубцах Которые надо иссякать Единым блоком То есть между ними Ну как бы В любом случае Вам придется Сделать очень крупный Маточный дефект И следовательно Ну просто будет проблема С сведением Краев раны Вот здесь То что вы говорите Да безусловно Можно сделать Я думаю Что будет хорошо Спасибо за лекцию Как можно снизить риск По развитию Несостоятельного рубца После кесаресечения И информативно Смотреть область рубца В доношенные сроки На УЗИ Не понял Как можно снизить риск Риск снизить Это качественно Выполнять кесаревое сечение Полноценно Для того Чтобы не было Нарушения гемостаза Основная причина Всех акушерских Осложнений Кесаревое сечение В 65% случаев Это по данным Моей диссертации А это анализ 16 лет Осложнения Это 10 тысяч Осложнений Это много Серьезный Контингент Пациенток 65% Это техника Хирургическая Это гемостаз Это гематома И даже Маленькая гематома В области Шва Она реализуется В инфильтрат Шва Понимаете И вот здесь Почему я против Перитонизации Небольшое нарушение Гемостаза Подтекло 50-70 миллилитров Если нет Перитонизации Великолепно Всосется брюшиной Не будет ничего А если Подтекло Под плику Которая Восстановлена Будет Либо Маленькая Гематома Либо Если это Побольше Серьезная Гематома С последующим Абцедированием Абцесс Несостоятельность Шва Перитонит И так далее И тому подобное Я хочу вам сказать Что прооперировано 75 лапароскопических Опорожнений Гематом Клетачных Пространств Таза Опыт По хирургии Гематом В клинике Послеродовых Сложнений Тоже достаточно Большой Смотреть Рубец Ну вот Как мне кажется Для того Чтобы определить Состоятельно Или нет Видимо Все-таки Нельзя Достоверно Только если Вот нету Уже серьезного Дефекта И врастания В рубец В рубец Последа Ну в данном случае Плацента Да Или выход Частей За пределы Матки Беременность Критически Тонким рубцом При недации Ца в полость Матки Если мотив Прервать Первом триместре Медицинские основания Сложный такой вопрос На самом деле Понимаете Проблема в том Что мы далеко Не знаем Медицина Наука Не точная И вообще не наука Да Но Уже появился Достаточно опыт У людей По беременности В рубце Это на самом деле Вид в нематочной беременности Я не изучал статистику Но иногда Это заканчивается Не очень хорошо А прям плохо Да Профузное кровотечение Гистероктомия Гистероктомия Метропластики И уже в нормальном состоянии Уход в беременности Уход в беременности Но я еще Вам раз говорю Что надо разговаривать С пациенткой И я просто настаиваю Чтобы пациентка Сама приняла Решение О методе Который мы Предложим Что она будет Либо она Начинает играть В русскую рулетку Да Порвется Не порвется Прорастет Не прорастет Да Вынушу Не вынушу Либо Мы прерываем Беременность И выполняем Ей Какую-то хирургию Через несколько месяцев По восстановлению Нижнего сегмента Добрый день Пациентка 81 года рождения В анамнезе Два кесаревых сечения Во вторую беременность Несостоятельность Рубца на матке В настоящее время Проходит обследование По поводу бесплодия В проведении КОИП В проведенном РТ Рубцы на матке Достоверно не визуализированы Репродуктологи Наставят на дальнейшем Обследовании Рубца на матке Просят повторить МРТ Что порекомендуете В данном случае Город Москва Город Москва Я знаю Кто великолепно Диагностирует Несостоятельный рубец Это Маниак Ультразвуковое отделение Клиника Отделение ультразвуковой диагностики Профессор Чеченева Доктор Барто Отправьте пациентку туда Они продвинуты В эту технологию Они вам Поставят хороший диагноз То, что вы Не хороший диагноз А правду расскажут Поэтому в Москве Вот, пожалуйста, туда Реклама маньягов Друзья мои большие Здравствуйте Подскажите, пожалуйста Через какое время Можно провести Процедуру НЧУ с кавитацией Полости матки После операции После операции Метропластики Мы через месяц Начинаем На самом деле Можно начинать сразу Если есть какие-то Ну вот серьезные проблемы Потому что Впервые мы начали Использовать кавитацию В клинике Послеродовых осложнений Начиная С момента госпитализации Это третий Пятый сутки Уже с формировавшимся Послеродовым эндометритом Я хочу сказать Что есть Большой опыт Диссертация Это Периентального центра В Балашихе Использование Кавитированных растворов У групп Высокого риска У пациенток Послеродовых Со вторых суток После кесарево сечения Начинают И после самостоятельных Родов Вы знаете Кавитация Никак не повлияет На шовные материалы Кробы Очень нежная технология Но эффективная Поэтому Мы начинаем Со второго курса Вот если мы говорим Про реабилитацию Спасибо за лекцию Влияет ли способ Пушевания матки При проведении Кесарево сечения Прогноз Состоятельности рубца Я уже сказал Одно или двухрядный Непрерывный Без захлёста Риверден И отдельный шов По нашему мнению Это плохо Спасибо за лекцию В связи с актуальностью Аденомиоза Как вы считаете Следует ли у пациенток С рубцом на матке И аденомиозом На этапе При гравидарной подготовке Проводить лечение Аденомиоза Вы знаете Мысль очень интересная На самом деле Неоднозначно Если Видите Если у пациентки Кровомазание Да И дисминария Отчего она болит Аденомиоз И да Есть аденомиоз Например Ультразвук И гистероскопическая картина Почему у неё Эта клиника Что это даёт Рубец ли Аденомиоз ли Это в общем Не так однозначно И я хочу сказать Что у некоторых пациенток Где яркие признаки Гистероскопии И ультразвука Аденомиозного поражения Мы проводим 3-4 месяца подготовки Это несколько человек было И перед выполнением метропластики Если это происходит Диагностика Дополнительная А ведь Вы же понимаете Что аденомиоз Это не только Гистероскопия УЗИ Да Но и лапароскопический Например Утолщение стенок матки Видно Мы видим аденомиоз При лапароскопическом Выполнении лапароскопии А особенно При наличии При наличии Наружного эндометриоза А это 35% В нашей группе Из 50 пациенток То Скорее всего И не скорее всего Точно Да Будет специфическая терапия На фоне Вот этих В течение Этих 5-6 месяцев До беременности Ну как минимум Коки Как максимум Но диагност Или какая-то другая Ну скорее всего Диагност Наверное Да Можно ли проводить Лечение Ковитированными растворами При несостоятельном рубце До метропластики Какие риски При разрыве При данной процедуре Нет рисков разрыва Есть риски перфорации Поэтому Засовываю То есть Понимаете Не должны руки Впереди головы идти Надо сначала подумать Потом выполнить Потому что Любая Внутриматочная процедура Можно закончить Перфорацией матки Тем более У пациентки С несостоятельным рубцом И если у пациентки Например Ретрофлексия Вы будете делать И кавитированным Кавитацию У вас есть Неопределенные Риски перфорации Но вы же видите Что у нее Ретрофлексия Значит Для того Чтобы Надо Обезопасить себя От этого Низвести Низкоматку Для того Чтобы То есть Здесь вы уже Не выполните Кавитацию Без Низведения То есть Без пулевых щипцов Хотя можно Так же делается В 99% Случаев Кавитацию Внутриматочную Делают без Наложения Пулевых щипцов Совершенно Легко Можно сделать Но Здесь Нет Надо всегда Думать об осложнении Можно или нет Я считаю Что нужно Тем более Я это сказал В лекции Что есть клиника Хронического эндометрита Клинически Проявляемого Хронического эндометрита Хронического эндометрита С положительным Клинически Значимым высевом Это однозначно Нужно делать Конечно нужно Но осторожно Думая Что ты делаешь Можно ли Попытаться проводить Метропластику Во время беременности С рубцом На матке При диагностированной Несостоятельности С дальнейшей Пролонгацией Беременности Ну Экстремальный Такой вопрос Нет Но Есть опыт Выполнения Миомоктомии При беременности Да Маниага У нашего Института охраны Материнства И младенчества Маниага Огромный опыт Миомоктомии Во время беременности Но Вы знаете Вот по поводу Несостоятельного Рубца Я Вы знаете Я думаю Ну нет У меня мнения Я бы не стал Вот я бы не стал Скажите пожалуйста У родильниц После естественных Родов При УЗИ Обнаружена Киста Миометрия Небольших размеров Выскабливания Полости матки Ручной ревизии Не было С чем это может Быть связано После естественных Родов При УЗИ Обнаружена Киста Миометрия Небольших размеров Выскабливания Полости матки Ручной Не было С чем Слушайте Дайте время пройти Через месяц-два Пересмотрите С чем это связано Будет понятно Вот Ладно было бы Кесарево сечение А что-то надо было Дунь Самостоятельные роды Посмотрите За пациенткой Не надо Думать О том Что себя клинически Не проявляет Имейте Акушерскую выдержку Через 2-3 месяца Сделайте УЗИ Посмотрите пациентку Примите решение Все будет более не менее ясно Спасибо за лекцию Вы говорили Про гистеросонографию Что хорошо видно Заполнение дефекта Не затрудняет Визуализацию Тот момент Что жидкость уходит В трубы И в малый таз И сколько жидкости Надо вводить Слушайте Ну вот Я сказал Что Ну во-первых Мы не так часто Используем Эту технологию Может использовали Раз Может быть Десять Не больше Да Тут принципиальное Значение Имеет Герметизация Для того Чтобы не выливалось Во влагалище И не было Заброса На самом деле В трубы Поэтому используется Специальный расходник С очень тонким Катетером Так вот По поводу Заброса труб Ну и бог с ним Вы когда Вы выполняете Гистероскопию Вы допускаете Что есть Маточный трубный рефлекс С попаданием Жидкости в брюшную полость Ну попадет Если пациентка Да плохо Если пациентка Инфицирована И этим самым Мы Ну как бы Инфекцию Словно говоря Через трубы Поместим в живот Такие случаи были Однако стомарами заканчивалось Но Опять же я хочу сказать Наш опыт выполнения Гистероскопии В клинике Послеродовых осложнений Больше трех с половиной тысяч Диагностических И хирургических Гистероскопий В клинике Послеродовых осложнений В подавляющем Большинстве случаев Это пациентки С метроэндометритами Да Это может быть заброс Но Нужно выполнять Определенные моменты Не нужно критично Увеличивать давление В полости матки Да Нужно следить за оттоком Ну Нужно выполнять Технологически Процедуру правильно При проверке Проходимости Труп Но если у вас 5-7 миллиметров Миллилитров Физиологического Раствора Попадет в живот Ну ничего Это не изменится Уточните пожалуйста На какие микроорганизмы Комплексно нужно Исследовать материал Из полости матки Возможно Фемофлор Не получился у нас Фемофлор Ничего он не дал На сегодняшний день Посев из полости матки Мы Это стандартное Бактериологическое Исследование Содержимого На все виды Микроорганизмов Которые Ну в общем Есть На ту линейку Мы выбрали Бактериологическую Лабораторию В Екатеринбурге Которую Не буду говорить Какую Имея для нас Ну клиника Соответствует Результатом Заключения Стандартный Посев На флору Просто Это берется Специальным Расходником Где Не Контаминируется Флора Цервикального Канала А почему Мы начали Заниматься этим Потому что В клинике Послеродовых Осложнений Мы выяснили Что в 30% А то и 40% Случаев Содержимое Микрофлора В полости Матки Не соответствует Тому что мы Высеваем Из цервикального Канала Таким образом Мы вместо того Чтобы лечить Флору Чем болеет Пациентка В матке Лечим ту флору Которая находится В цервикальном Канале И вот это Именно На основе То есть Мы брали Посев Из цервикального Канала И посев Использование Матки С использованием Вот этого Расходника И получили Такие данные Поэтому я На сегодняшний день Считаю Что Посев Если мы хотим Знать флору В полости Матки Надо выполнять Корректно И брать посев Из полости Матки А не из Цервикального Канала Спасибо Если после Кесаревого Сечения Сразу выполнить Метропластику По поводу Несостоятельного Рубца То для фиксации Матки Кроме указанной Аппликации Еще другие методы Это вопрос Если после Кесаревого Сечения Сразу выполнить Метропластику То есть Это Метропластика В родах Так Мне надо понимать И делать Лепликацию При метропластике В родах Я думаю Что смысла нет Все равно Растянется Очень растяжимые Ткани А когда Уже ткани Хорошие То есть В интервальном Периоде Да Как вы Относитесь К наложению Вторичных Швов На матки При несостоятельном Послеродовом Периоде Но Я не то Что отношусь Я пел В этой стране Выпаду Пароскопическую Наложил вторичные Швы При послеродовых Осложнениях И на сегодняшний день Опыт Это достаточно Большой И вторичных Швов В условиях Седьмой больницы На клинике Вот послеродовых Инфекция Наложено На сегодня Больше Сорока Сделаны Отслеженные Результаты Я Тремя руками За По строгим Показаниям В условиях Специализированного Отделения Руками Грамотных Понимающих Что они делают Хирургов Однозначно За За орган Сохраняющий Технологии Но Опять же Взвешенно Взвешенно Да Можно Мы И мы делали При разлитых Перитонитах При абсцессах Пузырно Визикального Пространства Да можно Нужно вкупе Все оценивать Прочитайте диссертацию Кстати мою Она там все Очень подробно написана Клиническая работа Спасибо за лекцию Какая толщина Рубца по УЗИ Является критичной И говорит нам О несостоятельности Влияет ли интервал Между родами Путем кесаревосечения На формирование Толщины рубца Ну критично Два с половиной миллиметра Я уже сказал Между родами Но вот знаете Мы посмотрели Что по своим пациентам Вот так для себя Сформировали вопрос Что происходит с рубцом В течении времени Речь идет сейчас О метропластике Потому что Ну вот как бы мы этим Контингентом занимались И я хочу вам сказать Что рубец с годами Лучше не становится Он становится хуже И вот тема деградации Рубца Она есть И поэтому Вот мы видели пациентку Которой мы выполнили Метропластику Через два года У нее был шикарный рубец Семь миллиметров Такие одни из первых операций И она недавно пришла И прошло там Восемь или восемь лет У нее уже четыре миллиметра В два раза тоньше стало Понимаете Все равно не критично Но рубец деградирует Да Необходимо ли женщине С рубцом Введение акушерского писария Но вы знаете Я хорошо отношусь К акушерскому писарию В данном случае А Беременно Видимо беременно С рубцом Введение акушерского писария Ну Нет слушайте Акушерский писарий Все таки Это Исмицервикальная недостаточность Никак ваш писарий На состоявшийся Или не состоявший То есть На рубец Он никаким образом Не повлияет Писарий по другому работает Нет связи Подскажите пожалуйста Как кодировать МКБ По несостоятельному Рубцу на матке Для документации Слушайте Вы не поверите Я столько времени Не писал истории болезни Я вам на этот вопрос Не отвечу Не знаю Какой расходник Вы используете Для забора материала Из полости матки Для посева Рам-кюретка Я не знаю Слушайте Пам Или рам Но русская буква Р Р Или пи Да Английская Э и м Написано Пам Или рам Кюрет Или кюретка Ну вот так она называется Итальянский по моему Расходник Ваше мнение К родам Через естественные Родовые пути С рубцом на матке Вы знаете Я тот еще Акушер При 30 годах Стажа Я сделал Два кесаревых сечения За всю свою жизнь Наверное Это вопрос Я не являюсь Специалистом В этой области То есть я не являюсь Акушером Совершенно точно И поэтому Мое мнение Ну вот неоднозначно Я к этому отношусь Не буду его высказывать В данном случае Но мое мнение Опять же В этой области Не является Профессиональным Скажем так И специализированным Все вопросы Закончились Я всех благодарю За внимание Спасибо Что были с нами Всего доброго До свидания До свидания